Вейкбординг Вейкбординг – экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Один из развивающихся видов спорта и отдыха, который в Приднестровье набирает обороты. Все началось с того, что у нас с друзьями была доска для кайтсерфинга. Она немного другая, отличается от вейкбордовой доски, она немного шире, немного другие крепления. Но решили попробовать по речке Днестр прокатиться за вот этим вот аппаратом. Мы попробовали, нам понравилось, потом решили купить доску для вейкбординга. Нас таскал автомобиль вдоль берега и понеслось. Те, кто еще не вставал на доску, сразу предупреждаем. Десять минут на доске равносильны двум часам бега или упорной работы в тренажерном зале. Во время катания у человека работают все группы мышц. Если человек увидел нас на речке и решил, допустим, к нам присоединиться, просто опробовать этот вид спорта, будет ли ему интересно, либо нет, мы всегда с удовольствием можем ему показать, дать жилет для защиты, дать ему нашу доску и просто его прокатить. Если у него получается, и он хочет продвигаться дальше, он хочет вступить в ту же федерацию вейкбординга, может в дальнейшем приобретать постепенно экипировку, доску и присоединяться к нашей команде. Основным оборудованием для катания на вейке является доска, фал, гидрокостюм и, собственно, жилеты. Жилет, так как безопасность у нас превыше всего, у нас в команде также есть вот такие вот мохнатые райдеры, которые также ценят безопасность свою, поэтому одевают жилеты. Начинающим на заметку, не следует путать доски для сноуборда с досками для вейкбординга. Первые сделаны из металла и практически не гнутся. Доска для вейкбординга из дерева и карбона, сама по себе гибкая, но при этом довольно прочная. Это наша самая первая доска, на которой мы начинали кататься. Ее особенность заключается в том, что она имеет родные плавники, которые не снимаются. И также здесь еще был съемный плавник, он приблизительно 10 сантиметров в длину, для большей устойчивости. Более опытные райдеры выбирают себе доски по толщине, в принципе, они такие же. Вот. Но кили у нее уже идут съемные и более узкие. То есть для более маневренных трюков доски для более продвинутых райдеров, они как бы более эластичны. То есть они гнутся. Чего не скажешь о досках для начинающих. Принеструвские райдеры советуют начинающим спортсменам приобретать доски, бывшие в употреблении, поскольку со временем все равно придется менять их на более гибкие. Ну это порядка, как правило, 100-150 долларов бушная доска. И столько же будут стоить крепления. То есть если в Америке это будет стоить дешевле, у нас это будет чуть стоить дороже, потому что их все везут, как правило, оттуда. Знакомьтесь, Ярослав Валеев, легенда вейкбординга в России, обладатель своего бренда, организатор соревнований и, как принято говорить, топовый тренер. Среди учеников люди из российского списка Forbes, шоу-бизнеса и мира спорта. Такой человек на Приднестровской воде не случайно. Грубо говоря, никакой тайны нет. Я рассматриваю Приднестровье как базу для проведения лагерей, кемпингов. Ну, когда я привожу людей, тренирую их, обучаю. Здесь прекрасная погода еще стоит, еще месяц-полтора еще будет. И я с удовольствием по весне буду делать здесь лагеря и осень. То есть не исключено, что здесь она будет такая южная мекка всех вейкбордистов? Именно для продлевания сезона мы будем собираться здесь. Ярослав занимается вейкбордингом около 15 лет. Признается, за это время травмы были разные. От простых ушибов до переломов ребер и позвоночника. Этот вид не только досуга. Этот вид станет моим смыслом жизни, ну и стал смыслом жизни. Я давно в индустрии, никакой базы подготовительной нет. Ни в России, ни где-либо есть только штаты, где этот вид спорта придумали. И там, конечно, он уже развит на высоком уровне. Мы смотрим на них и делаем то же самое у себя. Ничего, как бы, не изобретая никаких велосипедов, кроме как подхода к людям и так далее. На самом деле, приднестровцам невероятно повезло. Во-первых, вы сами видите погоду. Мы частично. Это просто, на самом деле, вы не понимаете, какой кайф вы видеть. Ну, для вейгабардиста, как минимум. У вас тренируются олимпийские сборные, погребли. Водные виды здесь развиваются и будут развиваться. Я думаю, мы сейчас раскачаем тему и сюда будет больше ездить ребят и местных. Будем подтягивать всеми силами. Вот мое желание, я уже увидел, для того, чтобы раскачать регион по водному виду, у них должен быть лидер. Ты готов быть лидером? Нет, нет, я готов лидера обучить, тянуть и продвигать, потому что, ну, это будет на пользу только регион. Кто-то получает удовольствие от того, что имеет возможность заниматься вейкбордингом у себя на родине. Другие продлевают время катания в наших краях, но сезон все равно имеет свойство заканчиваться. В этом плане пренестровские райдеры тоже все предусмотрели. В зимний период все стараются тренироваться. Основное занятие, чтобы поддерживать форму, это прыжки на батуте. Прыжки на батуте – это очень эффективное упражнение. Люди могут заниматься с 6 лет до 60 на нем и поддерживать форму. В общем, рецепт прост. Видишь себя на доске, вступай в ряды пренестровских райдеров и получай удовольствие от еще одного современного вида спорта. Если около 4 лет назад нас было буквально 5-6 человек, то с каждым годом, пока мы начинали развиваться и приходить к чему-то новому, все начинает развиваться в пребывании людей, в геометрической прогрессии. Если, грубо говоря, в прошлом году было около 20 человек, сейчас почти 50. И люди прибавляются, прибавляются, видят, что это интересно, что это притягивает, и нас тоже это радует. Значит, мы понимаем, что мы делаем все не зря и для себя, и для общего. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok